Маргарите реально угрожали. Вы когда узнали про эти угрозы, что вы чувствуете, я даже не могу себе представить. Там и Маргарита, и я, мы как бы в этой семерке существуем журналистов, которые записаны на уничтожение. Представляете, кошмар. Это очень неприятное чувство, в том смысле, что ты понимаешь, что нарушаются правила игры. Я считаю, что рассказывать сейчас и оперировать такими фразами, как братский народ, по отношению к украинцам, вредно. Ну какие они братья? Они не братья. Они враги. Они враги. Братьями, братьями, они, может быть, снова станут после того, как мы победим и будем их лечить. А здесь какая-то такая ситуация, когда ты не понимаешь, что ты от этого клоуна теперь можешь ожидать. Комик послал народ на смерть. Все в божьих руках. И если так суждено, что за свою позицию ты можешь погибнуть, слава богу. За то, что ты просто не можешь по-другому, кроме как быть со своей стороной. И от этого становится очень спокойно. Думаю, как? Ну если мы будем расширять, то, наверное, просто придется расширять. Ну, например, нужны нам запчасти. Ну давайте расширимся до тех мест, где заводы стоят, производящие запчасти. Мне как-то по-прежнему обидно за кома. Давайте расширимся. Владимир Дольфович, помните, у Булгакова придут и сами все дадут. Уехать из страны и там гадить еще, да, за то, чтобы получить какое-то положение в этой стране, в чужой. С одной стороны, жалко ее, а с другой стороны, гадко. А с третьей стороны, я же сам попробовал получить израильское гражданство. Мне его, к сожалению, не дали. Поэтому, когда другим дали, а мне не дали, я буду говорить, это жалко и гадко. Даже не знаю, что больше. Скорее, гадко все-таки больше. Да не, Олег, скорее обидно. Обида и зависть. И не только она. Ну, если, допустим, ты не согласен со страной, если ты хочешь где-то в другом месте жить, мы открыты, да, можно спокойно уехать и живи, пожалуйста. Но оттуда тявкать, извините за выражение, над свою родину. Латвия, Литва и Эстония запретила въезд Олегу Газманову. Знаете почему? Чтоб не тявкал. Это предать свою мать вообще просто. Вот так вот примерно это выглядит. Олежка, а ну напомни нам, чем твоя мама занималась. Мои родители прошли всю Великую Отечественную войну. Отец закончил войну в Берлине, а мама в далеком Халкинголе. Подожди, Олежка, это получается ты свою маму предал, потому что они воевали против одного диктатора, а ты наоборот топишь за другого. Как же так, а? Отказаться? Ну откажись молча, уезжай. Но... Но все-таки обидно, да, Олег? Обидно. Видимо, это попытка получить какую-то подачку. Правильно. Лучше считать, что им какую-то подачку дали. Так она зато не так обидная будет. Которые, а принимающая сторона ненавидит твою родину. Проще считать, что они все ненавидят нашу родину. Чтобы внутренний червяк спал спокойно. Я бы не хотел в таком положении оказываться никогда. И никому не желаю. Ой, знаете, не особо и хотелось. Так вот это чисто для себя попробовал. Юрий Лоза пересмотрел телевизор. Послушайте. Вы видели хоть один полет, который полетел бы в космос? Вот ракета вот стартует, да, все старты. Хоть одна ракета полетела туда. Все ракеты поднялись. Я ракетчик, я служил в ракетных частях. Ракеты все поднялись на определенную высоту. И потом легли. И полетели параллельно Земле. Куда легли? Как куда? Отдохнуть, наверное. Тут пока на пятый этаж пешком зайдешь, отдышка. А тут сразу в космос. Понятное дело. Отдохнуть надо и ракете, и космонавтам. Все ракеты вот так вот летят. И летят дальше куда? Подождите. Если Земля плоская. Над Землей летят. А потом куда? Они падают? Над Землей. Круглая ракета пролетает над плоской Землей. Как сосиска над лавашом, чтобы понятнее было. Вы не знаете, сколько можно крутиться вокруг Земли? То есть они кругом летят, а плоская Земля, она что, как блин? Вот как блин шоу? Скорее всего. Скорее всего, как блин, да. Ну, там еще второй вариант есть. На трех слонах стоит. То есть вот так вот. Ну, большой-большой блин, большое блюдо. Тогда скажите, какие государства, вот по краям, на которых заканчивается? Заканчивается все это ледяной стеной, Антарктидой. Короче, как пицца в морозилке. А вот там, где стенки, по бокам холодильника, там ледяная стена. Туда не пускают. На край Земли нельзя прилететь. Почему? Всеобщее правило такое принято во всем мире. Нельзя попасть туда, вас просто не пустят. Чего вы смеетесь? Перед вами будущий министр. Не меньше. В Антарктиду? Да. Ну, как же, люди туда ездят, даже путешествуют? Никто не путешествует, кто вам сказал? Запрещено, все исследования Антарктиды запрещены международной конвенцией. Главное, по уверенней говорить, смотреть прямо в объектив, и люди схавают. Никто не может объяснить, почему. Почему нельзя в Австралии идти в сторону Антарктиды? Тоже никто не... А как там запрещать? Подождите, но есть же какие-то путешествия куда-то в городе. Да нет, какие путешествия. А что им выдают за Антарктиду? Вот это и выдают. Что-то мне подсказывает, что люди, которые говорят, что Земля плоская, и люди, которые говорят, что рейтинг Путина 81%, это одни и те же люди. Ты думаешь, нам НАТО угрожает? Нет. Почему я так думаю? Это, наверное, последнее, что угрожает. Вот по факту вот так вот. Потому что все проблемы, которые у нас сейчас есть, большая их часть, по крайней мере, исходят от нашего правительства, а не от американского или от натовского. У меня бабушка, у нее пенсия 12 тысяч. О чем тут говорить? Ну вот серьезно. Всего доброго. А НАТО угрожает? Я думаю, что да. Почему он так? Ну, я, наверное, затрудняюсь ответить. Эта угроза возможна в случае проявления со стороны России агрессии. В случае, если будет более такое пассивное поведение, то я считаю, в этом нет никакой угрозы. И вопрос за фибрацией, то успехом менять спецоперацию, потому что Финляндия и Швейцарь снижают на НАТО? Ну, это является огромным успехом для НАТО. Больше ни для кого это не успех, по-моему. Я думаю, да, есть определенная угроза. Конечно, это военный блок с явной антироссийской риторикой. Поэтому, я думаю, угроза, конечно, имеется. Вот скажите, сейчас говорят о том, что Финляндия собирается вступить, и Швеция собирается вступить в НАТО. У нас граница была со странами, входящими в Североатлантический Альянс, 1200 километров, а сейчас будет 2500. Как вы думаете, это успех спецоперации в Украине российской? Да я как-то не связываю эти два события. Вряд ли мы им угрожаем, Швеции и Финляндии непосредственно мы им угрожаем. Я думаю, что это вряд ли. Нет таких планов. Поэтому их действия, ну, мне непонятно. Оно не связано. Финляндия вступает в НАТО, а спецоперация в Украине – это две разные вещи. Но до начала спецоперации Финляндия не собиралась вступать в НАТО. Она вступает туда, чтобы обезопасить себя от вторжения России. Но спецоперация направлена не на вторжение. Да, спецоперация направлена все-таки на денационализацию. Нет, не помню. Ну, помощь республикам. Да, помощь республикам от... Донецка и Луганска. Освобождение Украины от нацизма. Считаю, это не связанные вещи. Понятно, что, да, Финляндия боится за свою безопасность, но... Другого выхода не было, наверное, в России. Редактор субтитров А.Семкин